Я Наталья Александровна, я врач-номанатолог. Манатологи, детские врачи, которые работают с новорождёнными детишками. Возможно, с кем-то из вас встречусь на родах, или в операционной, или, может быть, в палате кто-то из вас будет у меня лежать. Дима, врачи, обязательно у нас в дни работают врачи на анатологии, которые наблюдаются детишками. Тема нашего первого занятия сегодня – это правильное питание беременной и кормящей женщины. Хочется начать лекцию с этих слов, которые представлены на славе, что, подобно тому, как рост растений зависит от качества земли и семян, так и благополучие ребёнка в значительной степени зависит от срока беременности, ну и, безусловно, здоровья матери. Но здоровье матери, конечно, в первую очередь зависит от правильного питания. И, естественно, от того, как женщина беременная питается, настолько зависит и здоровье ребёнка. И здоровье ребёнка закладывается не с бельёнов, как считалось раньше, и даже не с момента зачатия, а ещё и раньше. С момента зачатия мы передаём гены ребёнку. И эти гены, то есть гены могут быть как плохие, так и хорошие. И дело в том, что плохие гены, которые несут с собой заболевания, они могут реализовываться, а могут быть не реализовываться. И вот они неактивны в тот момент, когда у мамы всё хорошо в организме. И неактивность вот этих генов зависит от многих факторов, в том числе и здорового питания. И вот один был проведён такой очень хороший наглядный эксперимент, когда взяли двух мышек, которые были жёлтые по свету, они были склонны к ожирению, имели склонность к диабету и раку. И что ожидали? Вот мама такой, папа такой. Что ожидали? Что у них родился, естественно, ребёнок, который будет похож на родителей. Но оказалось, что у них родился ребёнок совсем не похожий на своих родителей. Почему это оказалось? Потому что маму кормили правильно. Её кормили диетой, которая была богата витамином В12, которая была кислотой. То есть это как раз пример, который очень демонстративно показывает то, что правильное питание беременной женщины, оно отключает вот эти патогенные плохие гены, и плод может развиваться в нормальных условиях, даже, скажем так, с плохой генетикой. Поэтому очень важно беременной женщине правильной питаться. Так что же такие должны быть особые питательные вещества в диете беременной женщины? Ну, во-первых, это фуриевая кислота, это бифидо- и лактобактерии, это жирная кислота, особый вид жирных кислот, и безусловно витамины и минералы. Рассмотрим каждый продукт. Фуриевая кислота. Она очень важна для правильного функционирования и правильной закладки нервной системы. Не только для того, чтобы правильно сформировалась нервная система, головной и спинной мозг, но в первую очередь, чтобы правильно развивалась кора головного мозга, чтобы ребенок хорошо развивался инстиклент, чтобы у ребенка хорошо развивались способности к обучению. Поэтому фуриевая кислота очень необходима, начиная уже с первых дней беременности. Фуриевая кислота также большое значение имеет для нормального функционирования и правильной системы. Что может быть источником фуриевой кислоты? Это гречневый, самый распространенный гречневый, овсяный круг, поэтому каши есть обязательно, листовые, овощи, орехи, бананы, мясо, различные сорта мяса и кисломолочные продукты, некоторые сорта рыбы. Бифидо и лактобактерии тоже очень важны. Они важны для нормального функционирования кишечника беременной женщины, но и для формирования здоровья будущего ребенка. Дело в том, что ребенок рождается практически со стерильным кишечником, у него там нет никаких бактерий. Отходу томируются бактерии? Необходимо? Конечно, они нужны, они передаются от мамы с молоком. Поэтому для того, чтобы правильная флора сформировалась в ребенке, необходимо, чтобы у вас была нормальная флора. Ну и источником бифидо и лактобактерий, естественно, и для этих кисломолочных продуктов. И особые сорта жирных кислот, они внутри жирные кислоты, они также очень сильно влияют на развитие головного мозга, они улучшают внимание, они улучшают способности ребенка к сосредоточению, а это, естественно, уже обучение идет, повышение скорости решения задач, умственные процессы, ускорение. Очень сильно влияют жирные кислоты на формирование органов зрения, на формирование глаз. При этом, когда нормальное содержание этих жирных кислот, у ребенка хорошая острота зрения и правильное строение сетчатки глаза. Но откуда берутся эти жирные кислоты? В первую очередь, это масло подсолнечное и оливковое масло. И обращаю ваше внимание, что подсолнечное масло именно нерафинированное, то, которое с запахом, то, которое нефильтрованное. Первый аджен. Поэтому заправлять салаты надо не майонезом, а подсолнечным или оливковым маслом. И, безусловно, источником этих жирных кислот являются жирные сорта рыбы, но и, безусловно, витамины и микроэлементы. И очень часто бывает такая ситуация, что вроде бы мама стала питаться правильно, стала питаться больше, и по количеству, и набор продуктов изменился. Мама питается и разными сортами мяса, разные сорта рыбы, разные сорта фруктов, кисломолочные продукты, но микроэлементов и вот этих минералов и вообще вот этих веществ может не хватать. Поэтому обязательно все-таки нужно использовать в рационе беременной женщины витамины и микроэлементы дополнительно. И что получается? Что вы приходите в аптеку, там очень большое разнообразие витаминов и разных микроэлементов на полках, и иногда возникает вопрос, что же приобрести? В принципе, конечно, по составу, допустим, даже если брать витамины, то большинство витаминов, они, ну, похожи именно по витамину, а где-то они похожи. Но очень большая разница именно по составу микроэлементов. И здесь вам должен подсказать, какие витамины принимать тот, как уж это не было, который у вас наблюдают. Допустим, давайте посмотрим кальций. Посмотрите, какая разница в содержании кальциевых препаратов. А что получается? Почему так важен именно кальций для будущего ребенка? Ну, в том числе и фосфор. Кальций и фосфор. Ведь смотрите, ребенок начинает расти с чего? Из двух клеточек, которые буквально просто видны только медкарстопом. И вырастает ребенок массой в среднем 3 килограмма 50 сантиметров. Представляете, какой нужно костной массе сформироваться, чтобы это костная масса, они были правильно, правильно сформированные. Поэтому кальция очень много необходимо деть беременной женщине. Посмотрите, продукт «Мама и я» 730 миллиграмм в одной форции. Комплевит достаточно мало, да? Витрум 200 миллиграмм. Фосфор. Опять же, не во всех препаратах. Препаратов «Мама и я» много, некоторых нет. Очень важное значение также для беременной женщины имеет магний, особенно если имеется склонность к повышенному давлению, потому что магний снижает давление. Поэтому здесь необходимо посмотреть на те витамины, которые содержат большое количество магний. Это препарат «Мама и я» и, например, «Левит» – такой достаточно распространенный препарат у беременных женщин. Ну и йод, потому что он тоже важен. Наш район является неблагополучимым относительно йода, и у большинства людей в Ивановской области, вообще Российской Федерации имеется недостаток йода, поэтому необходимо, чтобы в минимальном количестве на йод содержался в витаминах и в витаминных препаратах, в комплексных препаратах. Ну и поэтому принимать беременные женщины дополнительно витамины и минеральные комплексы обязательно надо. Ну и после того, как вы родили, не забывайте также про них тоже. Потому что после того, как вы родили, вы продолжаете, вы кормите, нагрузка на ваш организм продолжается, вы кормите ребенка грудью, и зачастую бывает, что вы родили, про себя забыли, ваше все внимание сосредоточено на ребенке, вам некогда отдохнуть бывает, порой некогда бывает правильно покушать, дойти до врача бывает вообще проблема, и витамины и микроэлементы дополнительно вы не принимаете, и получается так, что трех месяцев появляются симптомы недостатка как раз витаминов и микроэлементов, что чаще всего бывает, начинают выпадать волосы, ломаться ногти, болеть суставы. Поэтому продолжайте обязательно после того, как вы родили, кормите грудью, принимать витамины и микроэлементы. Но и рекомендация такая, что лучше принимать те микроэлементы, которые вы принимали во время беременности, и не менять их. Какие есть у вас вопросы? Сколько месяцев надо принимать витамины? Вообще, по крайней мере, не прекратите кормить грудью. Это оптимально. Вообще, можно сказать, каким-нибудь образом, что даже если вы не будете получать дополнительно принимать во время кормления грудью, витамины и микроэлементы, принципиально состав молока не пострадает. Природа заражена так, что все равно ребенок будет максимально от вас все получать. Но будете страдать своим. Проблема потом начнутся. После даже окончания кормления грудью, могут начаться проблемы у вас. А если комплексные, вот эти вот витамины не подходят к витаминам? Ну, иногда. Мне не подходят. Да, есть агерия на две витамины, все они в каждом комплексе. Тогда можно просто будет подобрать, что вам нужно, потому что у вас макия, вы пока здесь находите, вы обследуетесь. И в любом случае, может быть ситуация, что недостаточно кальция, или, например, у вас может быть повышенное давление. Если есть симптом недостаточности кальция, то можно, например, отдельно кальция попить. Если есть симптом недостаточности йода, можно отдельно препарат йода попить. Ну и максимально разобрать свое питание. Вот это самое главное и правильное. Главный линий объем. Ели макароны одну порцию, старые в два раза больше. То есть это совершенно неправильно. Самое главное разнообразие. Спасибо.